Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, в последнее время меня очень сильно расстраивает то, что вы до сих пор не зарегистрировались на Arizona Roliply Phoenix, а также при регистрации не ввели мой никнейм в окошечко пригласившего вас игрока. А мой никнейм-то вы можете спросить меня, какой? Вот просто, ну какой же у тебя никнейм-то, Данила? А я вам отвечу, мой никнейм Данте Коннор. При вводе его и достижении вами, пятого игрового уровня, вы сможете получить целых 300 тысяч вертов на руки своего персонажа. Причем в абсолютно точно автоматическом режиме. Вам даже не придется кому-либо писать, что-то там еще делать. Вы просто сразу же моменталочкой получите вот эти вот самые деньги. И все у вас будет в наилучших традициях Америки и других неправославных, нерелигиозных стран. Так вот, вы, наверное, все прекраснейшим образом знаете людей, которые постоянно любят выезжать на каких-то конфликтах, на каких-то противоречиях. То есть выискивать какие-то вот непонятные вещи, которые абсолютно точно ни один бы нормальный человек не заметил. И вот как-то вот все это обличать, вот как-то все вот это вот зацикливать, показывать. И вот все вот это вот делать в таком вот формате, в такой вот прочей фигне. То есть просто сидеть как-то у себя там на кресле в Казани, на стуле, можно сказать, токсичить. И вот делать всякие вот прочие вещи. Сегодня мы не будем делать ничего из этого списка, потому что мы с вами ни в коем случае не являемся какими-то там, знаете ли, такими вот токсичными представителями интернета. То есть ни в коем случае. Для того, чтобы это подтвердить, вы можете написать в комментариях хэштег NoToxic, а также вполне возможно просто комментарий Мы против токсичности, и сделать вот все прочие вещи, дабы люди, заходящие вот на мой канал в первый раз, или там делающие что-то наподобие того, чтобы они понимали, что все мы тут против токсичности, и ничего вот такого подобного тут не имеем. Дабы вот как бы каких-то претензий к нам особых не было, чтобы нас потом не вызывали в суд, и не делали какие-то такие, знаете ли, процессуальные вещи касательно всего вот этого вот. Так вот, что я могу сказать? Сегодня в данном видеоролике я расскажу вам о плюсах Arizona Roleplay, о плюсах, о которых вот эти вот, знаете ли, люди, критикующие Arizona Roleplay, постоянно забывают. То есть, как вы понимаете, у человека на канале с названием ZDS и так далее, то есть у него вышел видеоролик на канале, где он поливает Arizona Roleplay просто каким-то дерьмом, абсолютно точно необоснованно. И вы знаете, я бы хотел вот на эти вот его минусы, которые он там у себя вот в этом вот ролике гадком своем показал, я бы хотел просто вот их, знаете ли, максимально опровергнуть, привести какие-то плюсы, которые в противовес этих минусов будут как бы правдивее, понимаете ли, потому что моя правда, она правдее, чем вот у этого вот самого человека, который там сидит в Казани, что-то там токсичит на всех и так далее. Нет, то есть мы против токсичности, мы против буллинга и бориса юлинга, ничего не имеем. Ну вы поняли, ладно. Поэтому сегодня я расскажу вам о топ-5 плюсах Arizona Roleplay, о которых вам не расскажут разоблачители там и все вот эти вот, знаете ли, прочие разоблачалки из Казани, чтобы вы к ним потом вот на Мазде реально приехали к Шараге и там вот все начали прояснять, все начали делать и так далее. Так вот, давайте уже начнем обо всем этом максимально подробно говорить. Так вот, самый первый плюс, который я бы хотел в данном видеоролике вам рассказать, самый первый плюс, который я бы хотел вам тут показать, это, разумеется, скины бомжей. Ох, скины бомжей. Ужас. Нет, ну это реально. Вот сколько раз уже люди обсасывали вот эту вот тему со скинами бомжей. Ведь эти люди, они чаще всего приходят вот с каких-то своих вот этих вот, знаете ли, фулл ролеплей проектах, абсолютно точно не понимая, что на наших-то ролеплей проектах тут развиваться надо. Тут надо от самого низшего слоя населения, от такого как бомж, у которого нету ни квартиры, у которого нету ничего, который спавнится на автовокзале и пытается, знаете ли, выбиться из грязи в князи, можно даже так сказать, чтобы вот показать абсолютно точно весь этот путь счастливого, нормального, объективного и хорошего человека, дабы люди уже не занимались вот таким говном, которым они занимаются. Просто сейчас абсолютно точно таксичь и делай вот эти вот, знаете ли, свои все прочие вещи. Я думаю, что я максимально подробно высказался по данному поводу и больше какой-то там, знаете, разоблачитель вот этот вот дебильный, да, он не будет больше заходить и говорить вот эту вот всю фигню, которую он говорил раньше, потому что, ну это, это абсолютно, то есть, ну это не важно, это не нужно, это не важно и это абсолютно точно, ну, нам не нужно. Так вот, второй плюс Аризона ролеплей это экономика. Да, я знаю, что многим людям не нравится экономика Аризоны, а вот мне нравится. Мне нравится, когда все в миллионах, когда, допустим, я не знаю, какая-нибудь там машина Инфернус, да, она с наклейкой Суприм, там, с вот этим, вы знаете, турбопакетом, турбонабором и так далее, когда она там стоит 16, там, 20, 35, 100 миллионов, возможно, даже, то есть, мне это нравится. Я считаю, что так действительно должны равняться вот на все это нормальный сервер. Да, многие могут сказать, что сложно как-то заработать, нихуя подобного, заработать можно нормально, то есть, даже сам ЗДС, который до этого критиковал как-то Аризону, приводил какие-то минусы и так далее, даже он сказал, что, как бы, если вы не долбоеб, то заработать можно, потому что на работах платят нормально, плюс есть квесты, которые там добавляются по 4 раза в год, наверное, разнообразные квесты, на которых можно там все по-разному сделать и вот, как бы, на все это посмотреть немного с другой стороны. Поэтому экономика на Аризона Ролеплей тут вообще бесспорно, тем более, они даже, знаете ли, мод ни у кого не пиздили, в отличие от того же Эвольф Ролеплей, который просто взял и наглейшим образом нарушил авторские, там, смежные права и все прочие права на авторство у других людей, украл, то есть, одним словом, интеллектуальную собственность человека, интеллектуальную собственность людей, которые там как-то что-то разрабатывали, а вот сейчас просто вот так вот все произошло. Ладно, мы на этом заострять внимания не будем, то есть, это был второй плюс экономика. Третий плюс, это у нас лаги. Да, я понимаю, что для многих, как бы, понимаете ли, с лагами играть некомфортно, для многих лаги представляют какую-то там, знаете ли, преграду на пути к нормальному геймплею. Лично я считаю, что лаги, они даже нужны, они даже помогают вам. То есть, представьте ситуацию, вы, как такой, знаете ли, добропорядочный, законопослушный бандит, да, вот, из гетто, там, из каких-нибудь таких, знаете, криминальных структур, Arizona Roleplay, возможно, сервера даже Phoenix IP, а также мой никнейм в описании, вы заходите на капт, вот, и начинаете стрелякаться. Стрелякайте, 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 и не попадаете, да? А потом начинают вдруг, там, знаете ли, штормить из винтовки вас, а рабить там, возможно, подбегают поближе, с деглом все делают. Вы, разумеется, так как эскейп на капте запрещен, потому что, ну, типа, это преимущество вам дает, вас не могут попасть и так далее, у вас лаги начинаются, вот, поэтому вы там как-то перемещаетесь, вы были вот тут в одном месте, потом сразу же переместились в другое место, потом из другого места вы переместились еще в другое место, вот. И, то есть, понимаете ли, вот с этими самыми лагами, то есть, с ними даже удобнее играть, поэтому это даже плюс, можно вот даже так сказать, можно даже вот так вот выделить на вашем вот этом вот, знаете ли, дебильном даймонде, или на вашем вот этом, знаете ли, дебильном адванс роли плей, такого никогда не будет, можете даже не думать. Дебилы, дебильные, блин. Аксессуары на игроках. Вот, значит, аксессуары на игроках, они полезны, да, то есть, это, разумеется, это добавляет какой-то индивидуальности, да, так как у нас Samp03DL закрылся, Samp038 отменили и сделали прочие вещи, мы не можем поиграть на каких-то кастомных серверах, где будут заливаться такие, знаете ли, кастомные модельки, кастомные скины, и вот всё там будет кастомное, всё там будет вообще, в принципе, заебись, и всё там будет в порядке каких-то вот этих вот, знаете ли, вещей. Поэтому аксессуары на игроках в Arizona Roleplay, во всех прочих вещах, они помогают людям выделиться как-то из толпы, знаете, вот из этой вот серой массы людей, которые постоянно ходят, постоянно чем-то там недовольны, постоянно как-то где-то критикуют Arizona Roleplay. Я считаю, что такие люди, они просто не должны находиться с нами на одной планете, потому что аксессуары на игроках, это уже пиздец какое отличие, это уже пиздец как жёстко, это уже пиздец как нормально, и это уже пиздец как классно, потому что вот эти вот самые аксессуары, они добавляют какой-то такой, знаете ли, какого-то шарма, вот, всему этому. То есть ты смотришь на игрока без аксессуара, но это обычный игрок, да, то есть он там себе прикупил скин за сколько-то тысяч вертов, то есть, ну, это обычный игрок, да, вот. А с аксессуарами игрок, то есть это игрок, который прикупил себе скин, ещё и прикупил себе такой, знаете ли, жёсткий аксессуар. Поэтому аксессуары, они очень сильно вот нужны, и все, кто вот это вот не понимает, те дебилы кончены, всё у нас нормально. Интерьер. Вот, значит, многие могут сказать, что интерьеры настолько охуенные, что они даже плохие, а я вам могу сказать, что они настолько охуенные, что даже охуенные. То есть интерьеры на Аризона Ролеплей, они вот прям, знаете, как будто бы африканских детей взяли, и вместо того, чтобы, типа, и давая им воду, там, раз, возможно, в день, раз в два дня, то есть всё равно лучше, потому что их в Африке-то никто не попоет, не покормит, вот. Их, так сказать, начали поить водой, и они вот своими вот такими, знаете ли, маленькими культяпками связали интерьер, который выглядит просто охуительно, просто зашибательно. Ты заходишь в абсолютно любое здание, в абсолютно любой интерьер, и понимаешь, что действительно, в самом деле, всё там проработано отлично, всё проработано на высшем уровне, и ты понимаешь. Аризона Ролеплей, IP, а также мой никнейм Данте Коддер, по которому вы сможете получить 300 тысяч вертов, находится в описании. То есть ты всё это понимаешь, ты всё это осознаёшь у себя в голове, а где-то там как-то прокручиваешь, и понимаешь, что всё разработано в наилучших традициях, вообще абсолютно точно всех каких-нибудь, там, я не знаю, шаулинских монахов и всех прочих. Ну а с вами был я, человек с канала ZDC, не слушайте вот этого там другого ZDC, который какие-то минусы, Аризоне клепает полная хуйня, то есть это проплаченный человек Данила Геррера, поэтому это полная хуйня, не верьте, не ведитесь. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok